Дорогие друзья, мы рады всех приветствовать. У нас сейчас на связи Михаил Леус. Михаил, доброго дня. Здравствуйте, Ира. Приветствую всех, кто нас смотрит. Сегодня началась не метеорологическая, а календарная зима. И, в общем-то, достаточно ведет себя достойно. Снега, как говорится, сколько угодно. Сугробы пушистые и высокие. Что нас ждет в ближайшие выходные? Для начала пару слов о последнем осеннем месяце в наших столицах я скажу, а потом перейдем к прогнозам. В Москве, несмотря на, скажем так, первую сентябрьскую половину ноября и вторую январскую, в среднем месяце казался теплым. Чуть более на градус его средняя температура превышает норму. А вот в Санкт-Петербурге чуть менее чем на градус температура оказалась ниже, чем положено. А по количеству осадков и в Москве, и в северной столице выпало примерно полторы месячных нормы. Так что вот мы видим 20-сантиметровые сугробы и в Москве, и в северной столице. Все эти ваши средние значения, они немножечко, так сказать, нивелируются впечатлением от последней недели ноября, потому что она заставила нас начато забыть о всех рекордах тепла. Тем не менее, вот в историю климата ноябрь 2023 года уйдет вот именно с такими показателями. Ну а теперь о том, что нас ждет в ближайшие дни. В Москве сегодня и завтра достаточно спокойная погода, активные циклоны далеко от центра европейской России, поэтому погода преимущественно облачная, местами небольшой снег. Температура близка к норме сегодня, минус 3-5 градусов. В субботу чуть прохладнее, но всего лишь на градус, минус 4-6. А вот в воскресенье надо опять брать в руки снеговые лопаты или заводить снегоуборочную технику. По той простой причине, что тот самый циклон южный, если помните, мы говорили про циклоническую серию в прошлый раз, так вот заключительный вихрь из этой серии придет в столицу в воскресенье. Снега будет довольно много, даже не исключено, что мы в воскресенье в Москве обновим суточный репорт по количеству выпавших осадков. Ну и к тому, что есть, еще прибавится в зависимости от района от 4 до 9 сантиметров снега. А температура воздуха в этот день будет в пределах минус 5-7 градусов, то есть настоящая зимняя погода. В первый день новой недели снег будет постепенно прекращаться, но утром он еще возможен, так что час пик утренний первого рабочего дня этой недели будет достаточно сложным. А температура ниже нормы 6-8 градусов мороза. Холодная и довольно снежная начало декабря в Москве. В Санкт-Петербурге выходные в плане осадков более комфортные. Температура от минус 3-5 градусов сегодня до минус 6-8 градусов в воскресенье. То есть постепенный тренд на укрепление морозов. А снег небольшой и пройдет лишь в отдельных районах города и области вот в течение всех этих трех дней. Сегодня, суббота и воскресенье. В понедельник тот циклон, который Москву накроет в воскресенье, он своим краем зацепит и северную столицу. Снега там станет больше, но как-то не категорично, не критично. Просто будет больше снега, а морозы слегка отступят в минус 4-6 градусов. Ну, если не брать во внимание вот этот снежный завал в воскресенье в Москве, комфортная зимняя погода. Михаил, спасибо вам огромное. Вы-то сами, как планируете, выходные провести, отдохнуть хоть чуть-чуть удастся? Будем стараться, будем стараться. Учитывая мое местное жительство, то вот та фраза про снегоуборочную технику и про лопату, это вот как раз про меня. От всей души желаю вам вспомнить детство и скупаться в хорошем снежном чистом сугробе и получить от этого удовольствие. Спасибо вам огромное. До новых встреч в понедельник. Всем хороших выходных и любимой погоды.